Здравствуйте, друзья! Похоже, Sony не попрощалась с портативными консолями. По информации YouTube канала Moors Law is Dead, компания работает над новой карманной системой, которая может составить пару PlayStation 6. Выход прогнозируют не раньше, чем через два года. Новинка получит гибридный процессор от AMD и сможет запускать игры для четвертой и пятой PlayStation. Sony ориентируется не на PSP и Vita, а на Steam Deck, ведь такие устройства поддерживают огромную библиотеку прямо со старта. Хотя, как мы знаем, главное в портативках — это аромат из вентиляционных отверстий. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. Сегодня заглянем в закулисье Xbox, расскажем о крупной сделке Epic Games и Disney и полюбуемся почти готовой Final Fantasy VII Rebirth. Но сперва пройдемся по другим новостям и слухам о Sony. В свежей документалке о разработке The Last of Us Part II Нил Дракман признался, что наконец придумал концепцию для третьей части. По его словам, она сама по себе, но в то же время связывает все три воедино и столь же восхитительно, как у первых двух. Но прежде чем Naughty Dog вернется к серии, может появиться ремейк первой Uncharted. О его существовании рассказали ведущие подкаста Xbox Era, Ник Бейкер и Джон Кларк, но пока это лишь слухи. Все никак не анонсируют и ПК-версию Bloodborne, однако недавно ее разработку подтвердил журналист Имран Хан и Insider Head on the Block. Порт все еще находится в стадии планирования и выйдет только на компьютерах, PlayStation 5 в пролете. А конструктор Dreams останется эксклюзивом четвертой PlayStation. По словам Моддера, Лэнса Макдоналда, версии для ПК и пятый PlayStation отменили в последний момент из-за увольнений в студии Media Molecule. Меж тем Sony усложнила жизнь российским и белорусским пользователям Steam. На аккаунтах этих стран больше нельзя активировать игры издательства, ни новые, ни старые. В прошлом также поступила Warner Bros. Продолжение ремейка седьмой финалки прибудет на ПК не раньше конца мая, а владельцы PlayStation 5 получат его уже 29 февраля. В спецвыпуске State of Play Sony представила 11 минут свежего геймплея и финальный трейлер. Показали мир за пределами Мидгара, откуда команда Клауда отправится на поиски Сифирота. Карта состоит из нескольких бесшовно соединенных регионов, в каждом приличный набор квестов, активностей и мини-игр. Локации из оригинала дополнили местами из ответвлений и сиквелов Семерки. Сражения оживили эффектными совместными атаками. Оценить Rebirth можно уже сейчас. Вышла первая демка с открывающей главой в Нибельхеме. Вторую с эпизодом в окрестностях Джунана выпустят 21 числа. Disney всерьез взялась за игровую индустрию. Компания объявила о покупке пакета акций Epic Games на сумму полтора миллиарда долларов. Сделку должны одобрить регуляторы, но партнеры уже обещают создать, цитируем, новую игровую и развлекательную вселенную. Она будет связана с Fortnite и Unreal Engine и позволит по-новому взглянуть на истории и персонажей из франшиз Disney, Pixar, Marvel и Lucasfilm, в том числе Звездных войн. Предположим, что речь идет о новых проектах внутри королевской битвы вроде LEGO Fortnite и Rocket Racing. Microsoft тем временем задумала избавиться от эксклюзивов и начать зарабатывать на пользователях PlayStation и Switch. Новыми слухами поделились журналисты The Verge и Xbox Era. На платформу Sony якобы попадут не только Sea of Thieves и Hi-Fi Rush, но и более свежие релизы, включая Starfield и даже предстоящие, Indiana Jones, Hellblade 2 и следующие Gears of War. Microsoft еще не определилась, готова ли она пойти на столь радикальные меры и какие именно эксклюзивы стоит выпустить на свободу, но многие владельцы ящиков уже напряглись. Официальные подробности Фил Спенсер пообещал на следующей неделе. Правда, на загадочном мероприятии вряд ли обмолвятся о новом железе, детали которого обнародовали инсайдер Mac и редактор Windows Central Джесс Кордон. По их сведениям, в 2026 майки запустят следующее поколение Xbox, причем по той же схеме, которую пророчат для Sony. Консоли ожидается две — мощная стационарная вроде Xbox Series X и портативная с док-станцией в духе Switch, запускающая игры, в том числе из облака. И еще немного слухов. Dusk Golem разведал планы Capcom касательно Resident Evil. В разработке находится сразу пять игр, в том числе девятая номерная, которую могут анонсировать в этом году. Скрестим пальцы из ремейк Code Veronica. Новые резиденты далеки и загадочны, а вот ролевой ММО-шутер Pioneer от российской студии GFA Games обрастает подробностями. Сроки начала беты все еще неизвестны, зато вышел новый трейлер с демонстрацией крафта. Игрокам предстоит искать чертежи, заготовки и ресурсы, чтобы собирать уникальные дробовики, револьверы, винтовки и пистолеты. Показали и перестрелки с применением созданного оружия, а заодно похвастались физикой тел, взаимодействием с аномалиями и эффектами от попаданий по мутантам. Погрузиться в самые пионедра пистолетостроения можно будет когда-то в этом году на ПК и консолях. Надеемся, судьба шутера сложится получше, чем у новых корсаров. Cursors Legacy от украинской Mauris отчалила от берегов раннего доступа Steam с желтым рейтингом чуть выше 50%. Мечтавшие о возвращении игры детства получили горстку контента и линейный геймплей в посредственной обертке. На следующий день цену снизили в два раза, но пользователи считают, что такие корсары даже корсаря не стоят. С Фордевиндом Фокмачту авторам явно не везет, однако нужно дать команде шанс и дождаться полного релиза. Удача не помешает и создателям Project Erroyo, любительского ремейка Fallout 2. Фанаты перенесут на движок четвертой части весь контент и особенности оригинала, добавят вырезанное и собственные локации. Мод вряд ли выпустят раньше 2026, но первый за четыре года трейлер с ностальгическими локациями подтвердил, что дело не стоит на месте. Космическую RTS Homeworld 3 так долго ждать не придется, но вовремя она не выйдет. Авторы почитали отзывы о свежей демке и решились на новый перенос ради полировки. С 8 марта релиз переехал на 13 мая. Помимо нее на фестивале «Играм быть», который продлится в Steam до вечера 12 февраля, можно потрогать другую перспективную стратегию в реальном времени, Storm Mate от разработчиков Warcraft 3 и Starcraft 2, фантазию на тему цивилизации Millenia, атмосферную автомобильную выживалку Pacific Drive, бешеный анимешный шутер Mullet Mad Jack, кукольный квест Harold Halibut и еще около тысячи демо-версий. Одновременно стартовала распродажа в честь лунного нового года. Не забудьте поставить лайк, всем спасибо за то, что были с нами и до встречи в следующем выпуске GamesBlender, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова